Сегодня в Брестском государственном университете имени Пушкина начала свою работу третья международная научно-практическая конференция «Православие в духовной жизни Беларуси». В этом году форум посвящен 1025-летию Крещения Руси. Для участия в мероприятии приехали 30 священнослужителей и преподавателей вузов. На протяжении двух дней они будут представлять свои доклады о православии, его роли в жизни современного общества и проблемах, с которыми порой приходится сталкиваться представителям духовенства и теологам. Основная цель проведения подобной конференции – объединение общества и воспитание подрастающего поколения остается неизменной с начала существования форума. Головная мета, как и ранее, мета у нас однольковая – это поширить веды наших студентов по методологии и методице доследования исторического. Сегодня будут присутствовать студенты-гисторики-религоведы. Они почувствуют выступления профессора, доцентов про свои доследования, как они добывали эти веды, до которых вы снова пришли. Ну и другое – это выдание науковой коллективной монографии, где будут размещаны все материалы, и что будет доброй креницей для студентов, для выкладчиков, для людей, которые интересуются, при подготовке разных узровневых докладов и написания праздников. В первый день конференции прошло сразу две сессии. Первая состояла из докладов о социокультурных и вилософских проблемах православия, о светских и богословских взглядах на формирование человека. Вторая, историческая, была посвящена вопросам государственно-церковных отношений, возникновению и современному этапу развития христианства. На сессии, которая пройдет завтра, рассмотрят вопросы православных традиций в материальной и духовной культуре. Во всех трех частях конференции принимают участие представители польского православия. Несмотря на существующую между нашими странами границу, в отношении христиан не бывает рубежей. Написываю 40 книжек, в которых я подкреслю не разницы, а единство этих церков. Потому что наша история церкви – это история такая самая. Потому что Калистина – это была церковь одна, русская церковь Киевской митрополии. И поэтому мы православные, это мы имеем одну историю, историю одной церкви. Не глядя на сегодняшние поделы между державами и границами, это одна наша спадщина, духовная спадщина, религийная спадщина и культурная спадщина. И поэтому мы, какие там православные укрышки, так само отшиваем те все поделы, которые сегодня есть на Белоруссии, как свои. Общая история и единая религия создают между людьми невидимые, но очень прочные нити. Они создают общество, которое, несмотря на границы и расстояния, все равно является единым и сплоченным, а потому сильным и способным преодолеть практически любые испытания. Но все это возможно только если человек помнит и чтит свою историю, а потому передать подрастающему поколению заветы и каноны христианской православной жизни – важнейшая задача, решением которой и занимаются участники международного форума. Многие святые церкви, которые не думали только о том, чтобы как-то разделить церковное и государственное, они понимали, что народ живет в государстве, народ живет в церкви. Значит, необходимо направить человека так, чтобы человек думал о том, где он живет, что он делает, как он себя ведет. Но, конечно, не забывал о том, что духовная жизнь, внутренние состояния, нравственность, она должна быть на первом месте. Ведь Христос сказал, ищите прежде всего Царство Небесное, все остальное приложится вам.